В ближайшие несколько часов водолазы вместе со следователями вылетят туда, где в Охотское море упал вертолет Ми-8. 16 человек были на борту, спаслись не все. Подробности того, что сегодня случилось в Хабаровском крае у Дмитрия Малышева. Уже через 40 минут после несостоявшегося прибытия на Шантарские острова Ми-8 Сергея Ашлакова искали с двух вертолетов со спасателями на борту и военного транспортника Ан-26. О ЧП знали все капитаны в море, а на земле к вылету готовились сразу два региональных поисково-спасательных отряда МЧС. В министерстве о ситуации говорили в некоторых деталях. Командир экипажа вышел на связь. При заходе на посадку в районе бухты Ачаган, это Тугору-Чумиканский район, произошло авиационное происшествие. На борту находились вертолеты Ми-8 авиационной компании «Восток», 13 человек пассажиров и три члена экипажа. Это произошло на водной акватории Охотского моря, непосредственно в бухте Ачаган. Значит, 10 человек живые. По остальным пока информация уточняется. Через несколько часов Сергей Ашлаков снова вышел на спутниковую связь и сообщил, еще один человек выжил. Сам доплыл до острова. Уцелевшим медицинская помощь не нужна. Все в лагере. Капитан добавил, остальные погибли. Выяснилось, что вертолет совершал частный рейс. На его борту находилась группа любителей экстремального отдыха, а также несколько топ-менеджеров ВТБ «Лизинг», в том числе и генеральный директор компании. Он и его заместители выжили. На Шантаре, это национальный парк, бизнесмены летели отдыхать. Ахопилак из 15 больших островов место хоть и дикое, но хорошо исследованное. Группу сопровождал известный путешественник и фотохудожник Игорь Ольховский. Борт вылетел из Хабаровска. Небольшой поселок имени Полина Осипенко был перевалочным пунктом. До Шантарских островов лететь всего 2 часа 35 минут. Погода на архипелаге, который располагается в западной части Охотского моря, по северному сурово. Острова встречали вертолет густым туманом, который, к слову, и сейчас осложняет поиски. По неустановленным пока причинам машина потеряла управление. Как сказал Сергей Ошлаков, экипаж и пассажиры приняли решение прыгать. Удача улыбнулась потерпевшим еще раз. До берега оставалось совсем немного, в противном случае людям грозило почти мгновенное переохлаждение. К этому часу пока не ясно, кто из участников аварии погиб и когда спасатели доберутся до лагеря. Несколько раз ко мне выходила на связь докладывает, что состояние выживших удовлетворительное, медицинской помощи не нуждаются, находятся в нормальном состоянии, направлены на туристическую базу. Там есть необходимые палатки, какое-то оборудование для поддержания жизнедеятельности до прибытия спасателей. Спланирован вылет непосредственно профессиональных водолазов и спасателей МЧС для осмотра морской акватории данной местности, также психологов, врачей. К месту аварии отправятся работники Следственного комитета. Он возбудил уголовное дело по статье нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Несколько часов назад в аэропорту Хабаровской в поселке имени Полина Осипенко были сняты пробы топлива. Следователи изъяли в авиакомпании «Восток» документы на потерпевший крушение вертолет. Дмитрий Малышев, Денис Воронцов, Первый канал.